В Париже прошла торжественная церемония встречи президента Казахстана. Касымжу Марта Тукаева под фанфары военного оркестра встретил Эммануэль Макрон. Главы государств тут же перешли к переговорам, которые были подкреплены подписанием ряда документов. Подробнее о деталях встречи и переговорах расскажет Динара Жанбатырва. Улицы Парижа сегодня пестрят голубыми оттенками. Флаги Казахстана обязательный элемент протокола, так же как и сопровождение президентского кортеджа морта отряда. Тем временем до приезда высокого гостя военный оркестр снова и снова проигрывает куплеты казахстанского гимна. Все официальные церемонии встречи гостей проходят именно в этом здании дома инвалидов. Почему именно он называется дома инвалидов? Дело в том, что еще в 14 веке это здание было задумано для солдат, военных, которые возвращаются из поля боя. И здесь остаются для них это дом на самом деле, ну и место для того, чтобы поправить здоровье. Но есть у этого архитектурного здания еще одно историческое, еще одно историческое значимость. Именно здесь хранятся останки Наполеона Водопарта. Потому встречают гостей именно здесь, как дань уважения великому полководцу. Еще одна протокольная часть приветствия всех членов делегаций, с которыми и будут обсуждаться основные вопросы двустороннего сотрудничества. Впрочем, к ним стороны перешли тут же в Елисейском дворце. Сферы обсуждения на самом деле довольно обширны. У стран тесное сотрудничество, начиная с горнодобывающей сферы до культуры и образования. В целом за все время партнерства французские инвесторы вложили в экономику нашей страны порядка 20 миллиардов долларов. Многие из 200 действующих предприятий намерены углубить сотрудничество. Их желания услышали и на высоком уровне. Глава государства Касымжимар Тукаев и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением для представителей СМИ. В прошлом году торговый оборот двух стран составил 4,2 миллиарда долларов. А в этом году мы достигли этого показателя за 9 месяцев. Франция занимает шестое место по объему инвестиций в нашу страну. Французские компании, в том числе такие гиганты, как Allstone, Total Energies, Air Liquide, Arana, VKET, Danone, Lactalis, вложили значительные средства в Казахстан. Их общий объем достиг порядка 19,5 миллиардов долларов. Эта сумма уже в ближайшее время может увеличиться. Стороны обсудили возможности развития транспортных коридоров, рассмотрели вопросы расширения связи в секторе логистической инфраструктуры и обрабатывающей промышленности. На самом деле Франция уже сейчас является крупным инвестором в Казахстане. Вот, например, у нас есть инженерная компания Alstom, которая активно работает, производит у нас в Казахстане локомотивы. Такие компании, как VKAT, работают в производстве строительных материалов. Такие компании, как всем известные, как Danone или Vactalis, они занимаются производством пищевых продуктов. Поэтому сейчас сотрудничество Франции уже на высоком уровне. И, конечно же, вот такие мероприятия позволят нам расширить наше сотрудничество. Нам будет необходимо для привлечения МСБ присутствие французских банков, банков-партнеров французских компаний за рубежом. И в этом направлении мы работаем. Но важно, чтобы доверенные отношения с партнерским банком позволили сопровождать маленькие предприятия в Казахстане. Большие компании оснащены для работы международными банками, а для маленьких это сложно. Так что важно работать с этим сегментом. Есть договоренность и о новых проектах в агропромышленном комплексе, здравоохранении, финансов и туризма. Отдельно глава государства остановился о сотрудничестве между ведущими вузами в области науки и технологий. В этом году при Казахском национальном педагогическом университете имени Абая откроется филиал университета Лотарингии. В настоящее время стороны рассматривают вопрос создания казахско-французского университетского центра «Люмьер». Кроме того, в Астане и Алматы будут построены казахско-французские школы. Сегодня были подписаны соответствующие документы. Эти школы, несомненно, предоставят молодежи возможность получать образование по самым высоким стандартам. Президенты также не обошли стороной обсуждения региональной и глобальной повестки. Обменялись мнениями и по климату. К тому же впереди обе стороны ждет важное событие – форум One Water Summit, который пройдет в Вариаде уже в ближайшие месяцы. Это будет очень важная диалоговая площадка, которая затронет вопросы изменения климата и зеленой экономики. Могу сказать, что сегодняшние переговоры были плодотворными. Ваш визит свидетельствует о том, что связи между Казахстаном и Францией приобрели стратегический характер. И подтверждение тому подписание ряда межправительственных и коммерческих документов. Всего их 36, 1 правительственный, 21 межведомственный, 14 коммерческих на сумму больше 2 миллиардов долларов. Проведа глава государства еще пару теперь уже французских персон Жюль и Жанну. Тазы были подарены Эммануилю Макрону во время его визита в Казахстан. Сейчас статные собаки казахстанского происхождения – своего рода символ дипломатии, полноценные хозяева Лисейского дворца. Эта идея возникла на основе концепции ТАСС-дипломатии. Эта идея была предложена в 2021 году. И мы все сейчас стали свидетелями, что эта концепция ТАСС-дипломатии работает. Тому доказательству две ТАСС-Жанны и Жюли, которых мы сегодня с вами видели в Лисейском дворце. Завершающим штрихом основной части государственного визита стало посещение Музея азиатских искусств ГИМЭ. На выставке представлены дорогие наши истории экспонаты. Украшения золотого человека, каменные звояния, балбала, чапан, хазыбекби. Государственный визит нашего президента в Париж показал, насколько значимы взаимоотношения между Казахстаном и Францией. К примеру, европейских странах практически никогда не перекрывают улицы для кортежей, высоких гостей или местные практически не интересуются, кто в очередной раз приехал к ним в гости. Но не в этот раз, потому что казахстанскую делегацию встречали даже дети. Подтвердили это, кстати, и местные дипломаты. Они говорят, что подобных почестей были удостойны только главы Китая, Бельгии и Великобритании. И вот теперь президент Казахстана. Президент Франции опубликовал в соцсети Икс пост с приветствием в адрес Касамжумарта Тукаева. В нем на казахском языке Эммануэль Макрон заявил о глубокой дружбе казахстанцев и французов. Этот же текст он продублировал на французском, отметив аккаунт Касамжумарта Тукаева. На Казахстан приходится больше 80% от всего торгового оборота Центральной Азии с Францией. Об этом на инвестиционном форуме в Париже заявил президент Казахстана. Причина в активном росте двустороннего сотрудничества нашей страны с европейским лидером. В этом году этот показатель вырос почти наполовину. При этом потенциал все еще не раскрыт. О том, куда могли бы вложиться капитаны французского бизнеса, расскажет Динара Женбатырва. Порядка 200 представителей крупного бизнеса, что там скромничать с капиталом в миллиарды долларов, зарегистрировались для участия в инвестиционном форуме. Все они здесь уже с намерением инвестировать в экономику Казахстана. О том, в каких сферах выгодно, и нам, и им, рассказал глава государства. Будучи крупным поставщиком нефти и урана в Европейский Союз, Астана готова и дальше поддерживать энергетический суверенитет Франции. Мы ожидаем активизации и присутствия французской промышленности в Казахстане, с которой связываем внедрение передовых технологий в нашу производственную сферу. Учитывая, что наша страна является крупнейшим производителем урана в мире, а Франция обладает обширным опытом в атомной промышленности, мы могли бы сотрудничать в гражданской атомной энергетике. Нужны Казахстану и проекты ветровой, солнечной и гидроэнергетики. Этот углеродный микс поможет выполнить обязательства по Парижскому соглашению. К примеру, такие гиганты, как Тоталь, уже готовы инвестировать больше миллиарда долларов в ветряную электростанцию. Посмотрите, что произошло в Испании совсем недавно. Нам действительно нужно быть очень осознанными и осторожными в отношении изменения климата. Поэтому преимущество сочетания ядерной и возобновляемой энергии – это помощь в борьбе с изменением климата. Затем это обеспечение массового производства энергии. Она необходима для промышленности, которая создает рабочие места. Она важна для комфортной жизни людей. Это свет, чистая вода, тепло и так далее. Вместе с тем не менее важно эффективное управление энергией, который дадут нам две. Этот вопрос Кегок намерен решить совместно с Ассистем, подписав меморандум о трансферте технологии. Подписали меморандум о проработке вопросов создания цифрового двойника, цифрового двойника оборудования, который позволит нам в будущем лучше понимать состояние оборудования, прогнозировать его. А также это правильно и более эффективно вести нашу деятельность касательно использования цифровых технологий в нашем производстве. Озвучил президент и о потенциале Казахстана по критически важному сырью. На сегодня в стране идет добыча 19 из 34 важнейших видов сырья – титан, медь, магний, сканди. Не будет сложности с доставкой сырья в любую точку мира. На сегодня в стране реализуются проекты по модернизации транспортных маршрутов. К тому же все логистические цепочки и передвижение товаров по ним будут оцифрованы, а в их управлении поможет искусственный интеллект. Это цифровая трансформация. В этом направлении уже есть первые договоренности. Ведущая французская компания откроет у нас IT-школы по изучению искусственного интеллекта. Данное соглашение позволит масштабировать контент данной программы, который был специально проработан для нашего региона. Начинаем с Казахстана на базе Астана Хаб и дальше будем масштабировать по центральной Евразии на рынках стран Кавказа. В завершении глава государства пообещал всестороннюю поддержку бизнесу и пригласил капитанов посетить инвестиционный форум в Астане, который состоится в рамках госвизита президента Франции в Казахстан в мае следующего года. Динар Жамбатырова и Жан Ханапияулы, Дулат Интибеков при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана, Париж. Перспективы сотрудничества в энергетической отрасли глава государства обсудил с генеральным директором Электрисетей де Франце. Это компания крупнейший в мире оператор атомных электростанций. Касым Жумар-Тукаев отметил, что по итогам общенационального референдума большинство казахстанцев поддержало решение о строительстве первой в стране АЭС. Французская компания входит в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий. По словам президента, наша страна рассматривает возможность учреждения международного консорциума в качестве одной из потенциальных моделей реализации этого важнейшего проекта. Со своей стороны, Люк Ремонт подтвердил, что намерен продолжить взаимовыгодное партнерство с Казатомпромом. Принял Касым Жумар-Тукаев и президента компании Урано-СА, которая считается лидером атомной промышленности Франции. Президент Казахстана подчеркнул большой потенциал для дальнейшего сотрудничества и отметил, что партнерство позволит нашей стране развивать высокотехнологичные отрасли. При этом обеспечивая надежные и безопасные поставки природного урана во Францию. На встрече стороны также обсудили перспективы укрепления стратегического сотрудничества в научно-технической сфере, а также в области добычи и переработки редких металлов. Возможность строительства контейнерных судов для портов в Каспийском море обсудил Касым Жумар-Тукаев с президентом одной из крупнейших мировых судоходных компаний CMA-CGM Радольфом Сааде. Речь на встрече шла о развитии транспортно-логистического комплекса Казахстана. Особое внимание стороны уделили взаимодействию в рамках транскаспийского международного маршрута. Затронули вопрос инвестиций в логистическую инфраструктуру Актаусского морского порта. Благодаря географическому расположению наша страна играет ключевую роль в развитии транзитных маршрутов по всем направлениям. Поэтому работа по привлечению инвестиций в сферу продолжается, отметил глава государства. Президент Казахстана поделился впечатлениями о визите во Францию. На своей странице в социальной сети X Касым Жумар-Тукаев написал, что глубоко впечатлен теплотой приема и содержанием своего госвизита. Высокой оценки заслуживают договоренности, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне. Президент Казахстана поблагодарил президента Эммануэля Макрона за проявленное уважение к народу Казахстана и пригласил лидера Франции совершить ответный государственный визит в нашу страну. Завершающим штрихом визита Касым Жумар-Тукаева в Париж стал государственный прием от имени Эммануэля Макрона. Президент Франции дал прием специально в честь главы Казахстана. Лидер Франции и первая леди встречали почетного гостя на крыльце Елисейского дворца. На прием были приглашены члены правительства Франции, известные политики, представители деловых, научных и дипломатических кругов, а также видные деятели культуры и спорта двух стран. Обращаясь к Эммануэлю Макрону и его супруге Брижит Макрон, Касым Жумар-Тукаев поблагодарил их за особое гостеприимство и дружественное отношение к казахской делегации. В рамках государственного визита президента Касым Жумар-Тукаева во Францию представители здравоохранения двух стран обсудили развитие сотрудничества. Франция признана в мире как один из лидеров в борьбе с онкологическими заболеваниями. Также страна известна развитой экосистемой цифровой медицины. Участники встречи определили приоритетные направления совместной работы. Это лечение онкологических заболеваний, телемедицина, внедрение цифровых технологий, психомоторная реабилитация. Французские компании и больницы готовы не просто делиться опытом и технологиями, но также помочь в повышении квалификации казахстанских врачей и научных исследованиях. Договоренности закрепили подписанием соответствующих соглашений. Французская сторона в целом проявила очень высокий интерес к нашей стране и к системе здравоохранения. Им очень нравится, что у нас законодательство в принципе позволяет работать и развиваться в нашей стране. И в то же время у нас имеется, скажем так, уже создана система обязательного медицинского страхования, которая может финансировать также и частность тектора здравоохранения, что очень важно для привлечения инвестиций. Я думаю, что интерес идет от большой динамики, больших улучшений, проведенных в казахстанском здравоохранении. Цифры впечатляют. За несколько лет заметно выросла продолжительность жизни, улучшилась инфраструктура здравоохранения. И все это создает возможности для участников этой системы. Когда речь идет о медицине, всегда нужно действовать сообща. Нужны кадры. Это вопрос. Институциональный. Есть экономический аспект. Сам продукт. И здесь французские компании могут предложить сотрудничество. В рамках государственного визита президента Касымжумар Татукаева во Францию в Париже прошел крупный бизнес-форум с участием глав казахстанских министерств. Результатом его стало подписание больше 20 соглашений между госорганами и компаниями обеих стран. Алиас Исдыкова расскажет подробнее. Бизнес-форум Казахстана и Франции собрал в этом зале представителей полутора сотен местных компаний. Интерес к экономике Казахстана стабильно растет. Ежегодно французские предприятия инвестируют в нашу страну примерно по миллиарду евро. Большой пул французских проектов в Казахстане, в основном в нефтегазовом и промышленном секторе, расширяется новыми направлениями. И самый значимый игрок местного бизнеса Медеф это четко ощущает. Казахстан меняется, открываются новые возможности не только в энергетике и нефтегазовом секторе, не только в строительстве инфраструктуры, но и также в пищевой промышленности. Мы много обсуждали здравоохранение, доступ к воде, управление водными ресурсами, а также критические минералы. Их ведь нужно не только добывать, но и трансформировать, чтобы сделать аккумуляторы. Так что это инвестиции в будущее и в промышленную декарбонизацию Казахстана. О новых инвестиционных возможностях нашей страны со сцены рассказали министры. Канад Шарлапаев представил перспективы работы в сфере поставки стратегических минералов. Жаслан Мадиев показал достижения Казахстана в области цифровой трансформации. Участники форума смогли познакомиться и с условиями работы иностранных инвесторов в Казахстане, и с возможностями Международного финансового центра «Астана». Мы видим интерес французского бизнеса Казахстану и конкретные действия в этом направлении. Наши государственные органы, посольства, предприниматели вносят вклад. И в результате французский бизнес открывает проекты в нашей стране, вливает инвестиции. Но перед нами есть много новых возможностей. Об этом сегодня говорили на форуме. Так что впереди нас ждет большая работа. В завершение форума было подписано 24 межведомственных и коммерческих соглашений на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Среди них не только промышленные проекты, но также в сфере финансов, образования и здравоохранения. Это значит, что есть большой интерес Казахстану со стороны французских компаний, есть интерес к Франции со стороны казахстанских компаний. Мы подписали больше 20 соглашений сегодня. И это показывает мобилизацию французских компаний вокруг развития экономики Казахстана. И это вдохновляет. В завершении заседания Казахстанско-французского делового совета нацкомпания «Казмуная Газ» подписала техническое соглашение с французской компанией «Эксенс», которое позволит открыть в Казахстане завод по производству авиакеросина, устойчивого авиационного топлива для декарбонизации. Значение этого проекта, во-первых, инвестиции, во-вторых, технологии. Франция, являясь стратегическим партнером Казахстана и одним из ключевых инвесторов нашей страны, намерена продолжать развитие сотрудничества. Причем не только на уровне больших проектов. На этом бизнес-форуме активный интерес также проявили представители маленьких, но перспективных стартапов. Альяса Сдыкова, Руслан Умержан, 24КЗ, Париж, Франция. В Шанхае открылась седьмая китайская международная выставка импортных товаров. Площадка собрала около 3,5 тысяч производителей и компаний из 129 стран и регионов мира. Казахстан на ней представили больше 50 отечественных производителей. Подробности в нашем следующем материале. Китайская международная выставка импортных товаров – одна из крупнейших торговых ярмарок в стране. Ежегодно на своей площадке мероприятие собирает самые передовые разработки со всего мира. В этом году в нем приняли участие почти 3,5 тысячи торговых компаний из 129 стран и регионов. Более 50 казахстанских производителей представили продукцию легкой промышленности, товары сельского хозяйства, а также инновационные разработки. По словам министра торговли и интеграции Казахстана Армана Шиккалиева, выставка – это уникальная платформа для укрепления торговых связей с китайскими партнерами. Необходимо отметить, что каждый год выставку посещает порядка 300 тысяч профессиональных закупчиков. В этом году стоит отметить, что, как и в прошлом, мы представили не только в коммерческом стенде, в павильоне пищевая и сельскохозяйственная продукция, которую мы, кстати говоря, увеличили в два раза. Новшеством в этом году стали онлайн-продажи отечественной продукции. Приобрести мясо, сухое верблюжье молоко, масло, сок и мед, а также текстиль можно было, находясь в любой точке мира. Только за первые несколько часов выставки в режиме онлайн казахстанских товаров было продано на сумму около 22 тысяч долларов. Канал электронной коммерции сегодня является самым популярным для продвижения, в том числе, нашей казахстанской продукции на китайском рынке. Ежегодно количество пользователей электронной коммерции возрастает. Сегодня мы запустили впервые на выставке онлайн-стриминг. В режиме реального времени мы продаем всю продукцию, которая представлена у нас на павильоне. Сегодня 50 компаний у нас участвуют. В основном это продукты сельскохозяйственные продукты, пищевая продукция. Вот если вы видите у нас на экране, мы начали наш стриминг с утра, более 150 тысяч продаж, 150 тысяч юаней мы сделали с утра. На международной выставке Казахстан также представил инновационные технологии, среди них биометрическая система Алакан. Благодаря ей ребенок может самостоятельно посещать школу, делать покупки и брать книги библиотеки. На сегодня она уже внедрена в учебных заведениях нескольких регионов. Порядка 300 школ активно пользуются сервисом. Алакан – это биометрическая система распознавания человека по ладони. Мы создаем будущее, в котором человеку нет необходимости с собой таскать удостоверение телефона или другие средства идентификации. Будет только одна ладонь. Ладонь он может также использовать при оплате, в ходе коммерческих помещений и так далее. Гостям китайской выставки также продемонстрировали стартапы казахстанских разработчиков, среди которых Squers – сервис, который позволяет быстро найти и забронировать локацию в любой точке мира. А также Cerebro-i – диагностическая программа на основе искусственного интеллекта для выявления инсульта. Асиль Абдыкалыков, Руслан Бакытбекулы, 24KZ из Китая, Шанхай. Новейшие цифровые технологии при составлении статистических данных используют в Казахстане. С процессом их работы ознакомился Маулен Ашимбаев. Он с группой депутатов посетил Бюро национальной статистики. Спикер Сената отметил, что прозрачная и доступная статистика позволяет объективно оценивать текущую ситуацию в стране и вырабатывать стратегические программы. Положительно, эти данные влияют и на укрепление отношений с международными организациями и инвесторами. Сегодня фактически работа с данными, сбор данных, анализ данных, интерпретация данных, прогнозы на основе данных. Это сердцевина развития. И очень мудрое решение нашего президента, что президент вывел Бюро статистики из правительства и включил в состав агентства по стратегическому планированию реформы, подчинил себе. Это действительно очень важный шаг с точки зрения обеспечения независимости Бюро. О событиях в мире в США стартовали 60-е президентские выборы. Традиционно первыми проголосовали жители поселка Диксвилл-Ночь, штата Нью-Гэмпшир, где всего 6 избирателей. Там кандидаты набрали равное количество голосов, каждый по 3. Итоги огласили буквально через 10 минут. Большинство участков открылись в 6 утра по местному времени в зависимости от штата. Между тем досрочно за Трампа и Харрис проголосовали уже почти 83 миллиона американцев. Около 80% отдали голос по почте, остальные 20% лично на избирательных участках. Победителя планируют объявить 6 ноября, однако оглашение итогов может затянуться до нескольких недель, если разница в результатах между двумя кандидатами окажется минимальной. В таком случае могут потребоваться дополнительные проверки и пересчет голосов. Отмечу, общее число зарегистрированных избирателей в США составляет примерно 168 миллионов. По данным последних опросов Нью-Йорк Таймс, разрыв между кандидатами составляет всего 1% в пользу Харрис. В ходе предвыборной гонки свои кандидатуры на пост главы Белого дома выдвинули не только представители двух главных политических партий страны, но и несколько независимых кандидатов. Но ситуация традиционно привела к выбору между двумя претендентами от основных партий. Демократом-вице-президентом Камалой Харрис и республиканцем-экс-президентом Дональдом Трампом. Подробнее об этом в материале Тамерлана Кима. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Самый возрастной участник нынешней президентской кампании. Ему 78 лет. В историю он уже вошел как 45-й президент США. А еще он известный и успешный предприниматель и миллиардер. На выборах в 2020-м в борьбе за второй президентский мандат в своей биографии он проиграл Джо Байдену. Однако долго отказывался уступать и объявлял себя победителем. В итоге, еще до сложения полномочий, толпа его сторонников организовала массовый митинг и захватила Капитолий. В прошлом году против Трампа завели четыре уголовных дела. А в июле этого года он пережил покушение во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Главный лозунг его предвыборной кампании, впрочем, как и в 2016-м, когда он только шел на пути к президентству, звучит по-прежнему громогласно. Америка прежде всего. Бывший президент утверждает, что нынешние власти недостаточно активно отстаивают интересы США на политической арене. Республиканец хочет реорганизовать федеральное правительство и сократить программы социальной защиты, увеличить расходы на оборону и ввести пошлины на товары из Китая, а также построить стену на границе с Мексикой. Кандидат от демократической партии, 59-летняя Камала Харрис, имеет чуть более скромный политический бэкграунд. Действующий вице-президент страны и самая высокопоставленная женщина-чиновник в истории США. Заменила Джо Байдена после его поражения на теледебатах в Атланте. В политику Харрис пришла в 2016-м, выиграв борьбу за пост сенатора от штата Калифорния. За три с половиной года в качестве вице-президента она совершила десятки зарубежных визитов, встретилась с главами больше 150 стран. В Белом доме Харрис курирует вопросы миграции на границе с Мексикой, защиту избирательного права и права на аборты. Ключевые направления ее предвыборной кампании – сокращение детской бедности, поддержка профсоюзов, обеспечение доступного медицинского обслуживания и введение оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам. Харрис также заявила, что будет работать над строительством доступного жилья и снижением цен на продовольствие. Еще одним из ключевых моментов является сокращение налогов для среднего класса. Тамерлан Ким, 24 Киезет. К четырем годам лишения свободы приговорили председателя суда города Кунаева. Жаика Жанбулатова признали виновным в совершении мошенничества. Наказание он будет отбывать в учреждении средней безопасности. Жанбулатову также пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе. Расследование в отношении главы комитета госинспекции Министерства сельского хозяйства завершили в антикоре. Чиновника обвиняют в получении взятки при закупе препаратов для борьбы с саранчой в обход конкурсных процедур. Общая сумма денежного вознаграждения составила около 4,5 миллионов тенге. Это 5% от стоимости договора госзакупок. Дело передали в суд. Санкции суда должностное лицо и предприниматель взятый под домашний арест. 31 октября текущего года генеральной прокуратуры обвиняемые преданы суду. Согласно статье 201 уголом процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. 200 саженцев высадили на территории, прилегающей к городскому пляжу Талдыкургана. Эковолонтеры помогли коммунальным службам в благоустройстве и очистке зоны отдыха. На этот раз в субботнике принимали участие работники городских учреждений и общественные активисты. Ранее волонтеры высадили хвойные деревья возле нового бассейна. По словам заместителя Акима города Куаныша Сетимбетова, у них много планов по благоустройству, которые надо успеть выполнить до наступления холодов. До конца года высадим еще 8 тысяч саженцев. Таким образом, количество высаженных в рамках акции «Тазак-Казахстан» деревьев достигнет 10 тысяч. Надо позаботиться об уходе за ними, чтобы прижилось как можно больше деревьев. Первый в мире деревянный спутник успешно отправили в космос. Запуск произошел в космическом центре Кеннеди во Флориде в рамках миссии SpaceX. Аппарат размером с человеческую ладонь под названием «Лигносад» будет курсировать на высоте 400 километров от поверхности Земли в течение 6 месяцев. Его корпус изготовлен из ханоки. Это разновидность магнолий, растущей в Японии. Проект призван продемонстрировать потенциал возобновляемого материала для космических исследований. С помощью датчиков ученые будут измерять способность древесины противостоять экстремальным условиям, где температура меняется от минус 100 до плюс 100 градусов по Цельсию каждые 45 минут. Это были все новости к данному часу. Всего доброго и до свидания.